Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала коротко о главных событиях первого дня этой недели. Что будет с переговорами о правящей коалиции, неясно. Либерал-демократы, посовещавшись, решили не созывать всеобщий полицовет партии, как планировали раньше. В столичных троллейбусах скоро будет Wi-Fi, а первый маршрут отменят. Какие еще изменения на троллейбусных линиях грядут, узнаете из нашего выпуска. Пропала девочка. 15-летнюю Арину Михайлову из Кагулы ищут уже почти два месяца. Нужна помощь всей Молдовы. Об этом и многом другом подробно. Переговоры о новой правящей коалиции в тупике, но ЛДПМ пока не собирается созывать свой национальный политический совет, как объявлялось накануне. Решение приняли сегодня на заседании Политбюро Либеральной демократической партии. В сообщении для пресса говорится, что до тех пор, пока ЛДПМ не получит четкого ответа от партнеров по переговорам относительно требований либерал-демократов, Национальный политический совет политформирования созвать невозможно. Поэтому ЛДПМ ждет от партнеров, демократов, либералов и группы Юрия Олянко их планов по выходу из политического кризиса, в котором оказалась Молдова. Они должны представить свои позиции открыто и в срочном порядке. Напомним, после очередного раунда переговоров на прошлой неделе, исполняющий обязанности председателя Либеральной демократической партии Валерий Стрелец отметил, что дискуссии с демократами и либералами не принесли никакого результата. А потому ЛДПМ должна будет созвать Политсовет, чтобы решить, продолжить переговоры или уйти в оппозицию. Между тем, экс-премьер и председатель ЛДПМ Владимир Филат из тюрьмы призвал граждан и политический класс Молдовы освободить страну от захвата. О призыве лидера ЛДПМ сообщил сегодня его адвокат Игорь Попа. Он сообщил также, что политик голотает уже неделю и останавливаться пока не намерен. Я сегодня разговаривал с господином Филатом и настаивал, чтобы он прекратил голодовку. Также его супруга, его родственники и врачи настаивают, чтобы он прекратил голодовку. При всем при этом он не прекращает, он готов к длительной борьбе. Господин Филат попросил меня передать вам следующее сообщение. Цитирую. Уважаемый политический класс, дорогие граждане республики Молдова, поверьте мне, если мы не вытащим эту страну из захвата, Молдова не сможет идти вперед. Игорь Попа добавил, что экс-премьер попросил не афишировать сведения о состоянии его здоровья. Также адвокат сообщил, что утром направил в Европейский суд по правам человека жалобу его клиента на действия генпрокуратуры и администрации тюрьмы номер 13. В жалобе политик обвинил молдавские правоохранительные органы в нарушении своих прав. Филат апеллировал в частности к нескольким статьям Конституции. О запрете пыток, о праве на свободу и безопасность, о праве на справедливый процесс и к статье о праве на частную жизнь и семью. Напомним, Влад Филат объявил голодовку 30-го ноября. Как уточнили адвокаты экс-премьера, он пошел на это из-за бесчеловечных и унижающих достоинства условий, в которых он находится в 13-й тюрьме, а также из-за ограничений в общении с близкими. Филат около двух месяцев содержится под предварительным арестом в Кишиневской тюрьме по подозрению в коррупции и неправомерном извлечении выгоды из власти в особо крупных размерах. А вот другого бывшего представителя кабинета министров осудили и определили меру наказания. Бывшего министра финансов Вячеслава Негрудца приговорили к трем годам тюрьмы условно. За злоупотребление полномочиями, сообщает Генеральная прокуратура. Решение апелляционной палаты Кишинева обязательно для исполнения, но его еще можно оспорить в Высшей судебной палате. В сообщении Генпрокуратуры уточняется, что решение об обжаловании приговора пока не приняли. Напомним, прокуроры требовали изменить меру пресечения для Вячеслава Негрудца, а именно заменить условный срок на реальный. Однако апелляционная палата оставила в селе решение предыдущей инстанции. Также Негрудца запрещено в течение пяти лет занимать публичные должности. Вячеславу Негрудца предъявили обвинение в 2013 году. Согласно материалам следствия, он незаконно подписал решение о возмещении морального и материального ущерба в размере 400 тысяч евро своему бывшему однопартийцу Пантелея Сандулаки. Впоследствии Высшая судебная палата оценила ущерб Сандулаки всего в 1 тысячу евро и обязала его вернуть государству остальные 399 тысяч. На самого Негрудца сотрудники Центра по борьбе с коррупцией также завели дело, поскольку он перечислит деньги Сандулаки еще до окончательного решения суда. Экс-глава Минфина, комментируя свой приговор, заявил в интервью изданию дискидэ.мд, что решение суда является политическим и связано оно с его заявлениями по поводу событий в стране. К другим темам. Во Флорежском районе вспышка гепатита А у детей. Девятерых в возрасте от 5 до 13 лет доставили в больницу Флорежского района с диагнозом гепатит А. Эпидемиологи выясняют, что стало источником заражения. Жители селка Ушанка и Продонежта, где произошел инцидент, считают, что дети отравились водой в гимназии. Администрация учебного заведения отрисает этот факт. Кроме того, санитарные пробы воды показали отсутствие вируса. Впрочем, эпидемиологи провели процедуру дезинфекции воды в селах, где была зафиксирована вспышка гепатита А. Детей выпишут из больницы как минимум через неделю, говорят местные врачи. Гепатит А также называют болезнью Боткина. Это острое инфекционное заболевание печени, которое вызывает вирус. Он передается через зараженную пищу и воду. Инкубационный период составляет от 2 до 6 недель. В среднем – 28 дней. Дети, как правило, переносят заболевание в легкой форме в течение максимум трех недель, а взрослые переносят гепатит А в значительно более тяжелой форме. К новостям столичным. Многоэтажка почти во дворе частного дома. Такое соседство можно нередко встретить в столице. Один из таких примеров находится на Буйканах, где владельцы дома поменьше подали в суд на застройщиков многоэтажного строения. Истцы уверяют, что многоквартирный дом построили без всех необходимых разрешений, в то время как застройщики говорят об обратном. Одиннадцатиэтажный дом на пересечении улиц Штефан Няга и Иона Никулчи построили с нарушениями. Но, несмотря на это, сдали в эксплуатацию, уверяют владельцы соседнего частного дома. По их словам, многоэтажку построили без разрешения пожарной инспекции, хотя по закону на строительство домов выше 28 метров обязательно получать соответствующее разрешение. Строительство дома было нелегальным. Во-первых, был нарушен план проекта. До 7 метров разделяют строение от соседних домов. Очень важно отметить то, что в проекте по нормативам расстояние до соседних домов должно быть 20-30 метров, для того, чтобы могли проехать пожарные машины. Но, как видно, если будет припаркован у дома автомобиль, пожарные уже не смогут проехать. Сын владельца частного дома – адвокат. И он сам начал тяжбу с застройщиками. Мы начали судиться с застройщиками еще в 2013 году, когда только началось строительство многоэтажки. По решению апелляционной палаты Кишинева, 14 ноября 2013 года, было запрещено строительство фирмы «Инамстра», работавшей вместе с другой компанией «Винета Конструкт», руководителем которой является Юрий Топалы. Но, несмотря на решение апелляционного суда, строительство продолжилось. Юрий Топалы действительно в базе данных предприятий значатся учредителем «Винета Конструкт». Советник либерал и директор железной дороги не отрицал, что фирма – это его. Точнее, была его. Когда-то этот участок принадлежал фирме, которую я возглавлял. Но это было давно. Потом мы продали фирму и уже занимается строительная компания. Что там дальше? Но я вас уверяю, что все там разрешения есть. Полностью все разрешения. Даже дом сдан в эксплуатацию. Мы позвонили руководству другой фирмы-застройщика. По словам финансового директора компании «Намстра», запрет от апелляционной палаты действительно последовал. Но не из-за отсутствия необходимых документов. Более того, застройщики считают, что у владельцев частного дома есть скрытый интерес в судебной тяжбе. У него есть интерес продать частный дом за сумму, которую он на денег не стоит. То, что он хочет в три раза дороже. Только из-за того, что мы там рядом. Мы позвонили в Главное управление архитектуры и градостроительства. Где нас также заверили, что если дом построили и сдали в эксплуатацию, то с документами все в полном порядке. Однако социалисты уверяют, что обращались во все возможные следственные органы по этому случаю. Однако там их запросы умышленно игнорируют. Мы не первый раз замечаем и на наши жалобы на незаконное строительство, строительство инспекции либо игнорируют, либо отписываются, хотя происходит серьезное нарушение закона. На наши жалобы в прокуратуру расследование по данным случаям затягивается до того момента, когда застройщик уже сдает в эксплуатацию. В данном случае дом был сдан в эксплуатацию без авиза пожарной инспекции, без авиза экологической инспекции. Многоэтажный дом закончили строить к началу осени этого года. И сейчас многие квартиры уже распроданы. Еще о новостях столичной жизни узнаем из нашей постоянной рубрики «Короткой строкой». Фасад столичной мэрии не ремонтировали 25-30 лет, сообщил сегодня вице-мэр Нестор Грозаву. Он уточнил, что городские власти знали о плохом состоянии внешней стороны здания. В воскресенье на тротуар обвалился бурелье фасадной части мэрии Кишинева. Цитата. «В последние 25-30 лет его не ремонтировали. Какой-то косметический ремонт был, но капитального нет. Сегодня весь фасад будет детально проверен и приняты меры, чтобы не повторились подобные инциденты. Те части, которые находятся в очень плохом состоянии и могут упасть, будут снимать вручную и эвакуировать. А там, где декоративные элементы держатся, установят сетку, которая предотвратит возможные их падения», – сказал Грозаву. Он подчеркнул, что мэрия предпримет необходимые меры в рамках возможностей и планов, которыми располагает. «Нельзя без денег нанять предпринимателя, чтобы он выполнял работы. На ремонт нужны десятки миллионов евро», – заключил Нестор Грозаву. Два троллейбусных маршрута возобновят, один закроют и еще один продлят. Такие планы на ближайшее будущее строит столичное управление электротранспорта. Так, вернуть на линии собираются 17-й и 20-й троллейбусы, так как, по словам главы управления Георгия Маргоча, электротранспортная отрасль садорожных работ терпит с начала декабря убытки. По данным Маргоча, они уже составляют 120 тысяч леев. За неделю управление заработало 2 миллиона 800 тысяч, и это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для оптимизации расходов также решили продлить 28-й маршрут от Дурлеш до улицы Сармезиджетуса на Ботанике. И так как эта линия будет совпадать с маршрутом следования первого троллейбуса, последний собираются закрыть. Но, отметил Маргоч, временно в качестве эксперимента. Когда именно вступив в силу изменения, глава управления электротранспорта ответить не смог. Сказал лишь, что сейчас мэрия должна подписать необходимые бумаги, и это станет точно известно в течение нескольких дней. Еще одно нововведение, которое готовит столица, это беспроводной интернет на самых востребованных троллейбусных маршрутах – 10, 21, 22 и 24. Сейчас управление электротранспорта принимает заявки от компаний, которые хотят участвовать в конкурсе. В январе бесплатный Wi-Fi должен быть в 30 троллейбусах, а во всех остальных – в первой половине следующего года. Как уточнил глава управления Георгий Маргоч, интернет-провайдер, у которого бесплатно будет оказывать услуги для столичных жителей, мэрия предложит в обмен площадь для размещения рекламы внутри троллейбусов. Отметим, в Бельцах беспроводной интернет в нескольких электромашинах появился в начале ноября. 11 столичных клубов возобновили работу после того, как служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций предписала закрытие после проверок на пожарную безопасность. По словам замначальника управления ЧАЭС Кишинева Лилии Мерзенко, эти заведения устранили проблемы, которые обнаружились во время рейда месяц назад. Всего во время массовых проверок, которые начали после пожара в Бухарестском клубе «Коллектив», закрыли 55 развлекательных заведений. Всего в 14 условия соответствовали требованиям пожарной безопасности. Мерзенко также сообщил, что накануне зимних праздников представители службы чрезвычайных ситуаций проверят школы и детские сады. У евреев началась Ханука – праздник света и добра. В Молдове отмечать начали весело и вкусно. В сквере у театра имени Чехова устроили ярмарку с веселыми песнями, сладостями и гостями. Были американские и европейские дипломаты, однако никто из представителей молдавской власти на праздник почему-то не пришел. Тем не менее, праздник удался. Хануку иудею празднуют 8 дней. Ханука для иудеев всего мира, пожалуй, самый светлый праздник. Он посвящен чуду, которое, как верят евреи, произошло в 164 году до н.э., когда войска Ягоды Маквея одержали победу над войсками греческого царя Антиоха. Согласно преданию, когда Ягода Маквея и его воины очистили главный иудейский храм, они нашли лишь маленький горшочек чистого масла для ритуального освящения. Произошло тогда чудо. Вместо одного дня масло горело 8 дней. И вот в память о тех событиях мы празднуем этот праздник удивительный Ханука. Вот у нас есть Ханукья, который мы будем сейчас совсем скоро зажигать. Подходим к окну и зажигаем Ханукью. И все видят, как мы отмечаем этот праздник. Это сугубо исчезно только наш праздник, но кто может, но. Есть люди, которые не евреи, но ради традиций могут и поддержать нас. Ханука – это история первой войны в истории человечества за право вероисповедания. И именно поэтому его отмечают во всех странах мира. Сегодня мир, как никогда, нуждается в новой победе над злом, в свете добра и межнационального согласия, считает председатель еврейской общины Александр Белинкес. Когда сегодня мы видим террористические атаки, когда мы видим много вызовов, которые есть в каждой стране и в мире, мы понимаем, что именно светлые праздники, они нас объединяют и дают нам надежду. Со сцены звучали также традиционные ханукальные песни и молитвы. Поздравил еврейскую общину с праздником Хануки и глава американской депмиссии в Молдове Джеймс Петтит. Пусть эти свечи будут освещать, эти длинные темные ночи, пусть будут освещать иногда темную политическую и экономическую обстановку. Я поздравляю вас с этим важным праздником. Среди гостей праздника был и глава делегации Евросоюза в Молдове Пирко Тапиола. Позже он поделился впечатлениями на своей страничке в фейсбуке. Было очень радостно встретить коллег-послов на зажжении первой свечи в Хануку, но я остался разочарован отсутствием представителей правительства Республики Молдова и управления мэрией Кишинева на этом чудесном празднике. Написал у себя Тапиола. Тем не менее, праздник Хануки удался на славу. Раздавали на праздники не только хорошее настроение, но и традиционные пончики. Кстати, в Хануку поститься запрещено. Напротив, застолья должны быть обильными и веселыми. Завершится праздник света 16 декабря. А следующая новость требует нашего общего особого внимания. В Кагуле пропала 15-летняя девочка. Арина Михайлова вышла из дома 18 октября и не вернулась. На связь не выходит, телефон отключен. Одета Юля была в черную куртку с капюшоном, серые спортивные брюки, обувь, черные кеды. Документов с собой не брала, денег с собой тоже не было. В школе не учится, так как недавно приехала из Италии. Родители за границей. Все это время ее ищет полиция, но безрезультатно. В Кагуле ее не обнаружили. Друзья семьи говорят, что, возможно, девочка попала в рабство. Они написали нам в редакцию о том, что Арина из неблагополучной семьи. Мама с дочерью не общалась, а у отца другая семья. Девочка чувствовала себя ненужной, могла связаться с дурной компанией. Если кто-то что-то знает о ее местонахождении, родственники просят позвонить по номерам. 079-21-63-43 – это бабушка Арины Юлия. И 079-02-89-64 – это друг семьи Екатерина. Или звоните в полицию. Важно, не безразличие и участие каждого из нас. Такими были вести дня сегодняшнего. Подробную информацию о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды. Я, Жалейся Коряк, на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова